Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полуанского! Мы все ждем, когда Соединенные Штаты Америки и вообще цивилизованный мир определят так называемую Россию как страну террориста. Я именно подчеркиваю, что не страну спонсора терроризма, потому что это, с моей точки зрения, не совсем правильно. И, скажем так, менее актуально. Нет, это не страна спонсор терроризма, это и есть страна террорист. Это страна, просто вот эта страна является террористом и террором. Эта страна, это матка терроризма. Понимаете, понятие спонсор терроризма, это понятие только того, что страна оплачивает терроризм. А когда сама страна является террористом, это нечто другое. И это о России. Да, но это мы ждем, когда они будут объявлены террористами, соответственно, разговор с ними вообще прекратится. Но пока что Соединенные Штаты Америки внесли так называемую Россию в список стран, способствующих торговле людьми. И это абсолютно правильно. Объясняю почему. Смотрите, на сегодняшний день, по сути дела, Россия занимается массовой нелегальной торговлей людьми. И вот это происходит с беженцами с Украины. То есть, что делает Россия? Она окружает какой-то украинский город. Как получилось с Мариуполем? Значит, Россия его окружила, убила там от 20 до 50 тысяч человек, не давала людям выйти из города. И после того, как азовцы сложили оружие, они зашли туда и дали людям выйти из разгромленного ими же города, только в одном направлении. Не только в сторону так называемой России, где их уже ждали, там по одним сведениям 10 концлагерей, по другим сведениям 14 концлагерей. Ну, у немцев это называлось концлагерь, у расистов это называется фильтрационный лагерь, что это абсолютно не меняет сути этого дела. То есть, они этих людей сразу отправили в концлагеря, где очень многие находятся по сегодняшний момент. Часть из этих людей, которых они сочли для себя безопасными, они пересылают в какие-то там задрипанные области Российской Федерации, удаленные прежде всего. С тем, чтобы эти люди никогда не смогли вернуться в нормальный мир в Украину. Ну, а часть людей, я же говорю, оставили в концлагерях, я не знаю с какой целью. То есть, фактически, вот этих людей частично они, фактически они оставили их в концлагерях, а часть поехали далеко. О чем это говорит? И заперли их в такую тмутаракань, что люди не могут вернуться. Это и есть торговля людьми. То есть, фактически, с людьми делают то же самое, что делают, я не знаю, там с африканскими беженцами в Ливии, например. Да, Ливия входит. Например, рабство в Афганистане, торговля людьми в Афганистане процветает. Да, в Нигерии, в Сомали, вот теперь на России то же самое абсолютно происходит. Только, понимаете, если те же самые сомалийские пираты, они люди более простые и более честные, они называют вот эти вещи, которые они делают, они их тупо называют своими именами. Да, мы торговцы, да, мы людоловы, да, мы торговцы людьми. Нет проблем у нас, вот такая у нас репутация, вот мы плохие, плохие парни, но мы с этого живем. То подлая, так называемая Россия, она делает из себя вид великой помощницы, ну конечно. Мы, говорит, спасли этих людей. Объясняю, как вы их спасли. Вы сначала разбили их имущество, уничтожили их машины, уничтожили их квартиры, уничтожили город, перестреляли половину из них, а потом заявили, что вот оставшихся, которых опять-таки поставили в драконовские условия, что они выйти из этого Мариуполя могут только в одну сторону, в сторону фашистской России, а оставшихся, мы, говорит, будем спасать. Куда? А мы их в концлагерь определим. Ну, таким же образом немцы спасали людей в Майдане, Киевосвенцами. Вот точно как Россия сегодня спасает людей в своих концлагерях, или же отправляя их куда-нибудь в Магадан, или еще какое-то абсолютно жутчайшее место, где даже белые медведи отказываются ходить, потому что там страшно. Ничего, все это пройдет. Людей вернем, Россию развалим. Слава Украине! Корректор А.Егорова Продолжение следует...